За гранью человеческого в одном из посёлков края подростки изнасиловали третьеклассника. Смотрите, кому продаёте алкоголь в Сочи, на улице вышел пивной дозор. Подрабатывали с риском для свободы, вожатые из Волгограда воровали у детей телефоны. Здравствуйте, в эфире 9-го канала программы «Что случилось?» в студии Николай Филаткин прямо сейчас о происшествиях на территории нашего региона. Показали плохой пример детям. В Темрюкском районе вожатых оздоровительного центра подозревают в воровстве. По данным полицейских, двое парней похищали у воспитанников мобильные телефоны. Подозреваемые приехали на Азовское побережье из Волгограда. Злоумышленники знали, что территория центра находится под видеонаблюдением, но это их не смутило. Обратился директор оздоровительного лагеря, расположенного на берегу Азовского моря, с заявлением о том, что совершена кража 11 сотовых телефонов от аппарата. Общая сумма ущерба составила 91 тысячу рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сбыть украденное вожатые не успели. Вся техника вернулась к законным владельцам. Молодые люди так и не смогли объяснить, что толкнуло их на совершение кражи. В поселке Комсомольске 14-летнего подростка обвиняют в изнасиловании третиклассников. Правоохранительные органы с заявлением обратилась мать пострадавшего мальчика. По данным следствия, в конце августа подозреваемый предложил ребенку починить телефон за 200 рублей. Денег у мальчика не было. Тогда подросток предложил им оплатить услугу другим способом. Вместе со своим 13-летним другом он отвел ученика третьего класса к зданию сельского клуба и совершил над ним сексуальное насилие. О случившемся пострадавший мальчик родителям не рассказал. Известно происшествие стало только сейчас, в начале учебного года, когда слухи об этом пошли по школе. Это однозначно особо тяжкое преступление. Законно предусмотрено за это преступление наказание за 20 лет лишения свободы. Так как они дети, у них верхний предел наказания будет гораздо меньше, там не более 10 лет. Также следователи планируют собрать материал в отношении родителей обоих подростков и потребовать их наказать за недостойное воспитание детей. Воровали, находясь под подпиской о невыезде. Жителям Тимошевска следователи предъявили обвинение в совершении краж. В мае этого года двое мужчин обчистили городское общежитие. Из кухни и коридора они похитили посуду, ножи, обувь, консервы и сварочный аппарат. Пока шло следствие, это около двух месяцев, жулики решили время не терять и вновь отправились за чужим добром. Добычей ожидающих правосудия стали металлические трубы, ванна, мука и зерно. Невыездные даже умудрились ограбить своего собутыльника. За совершенные ранее преступления воры уже отбывали наказание в колонии строгого режима. Теперь к их сроку два с половиной года судья добавит еще один. К новинкам кино бонусом предлагается харакири. В Тимошевске полицейские закрыли торговый павильон, в котором торговали пиратскими DVD-дисками. Носители с новейшими фильмами предлагали покупателям на местном рынке. На каждом диске около десятка картин. К некоторым сборникам даже предлагались бонусы. Например, фильмы «Харакири» и «Невидимое». На такой произвол в торговле полицейским пожаловались представители правообладателя. Оперативники нагрянули в лавку с проверкой. Откуда на прилавке появился контрафакт, хозяину торговой точки пришлось писать в объяснительной. «Было изъято более 125 дисков, которые сходны с контрафактной продукцией. Это низкая цена, низкое качество, отсутствие голограмм на дисках. Так что сейчас проводится экспертиза. Эти диски изъяты. Всего общая сумма изъятых дисков составляет более 12 тысяч рублей». Владельцу магазина грозит штраф и конфискация товара. Если сумма ущерба превысит 100 тысяч рублей, то в отношении предпринимателя будет возбуждено уголовное дело. Попал под КАМАЗ, вылетел через лобовое стекло и остался жив. Ночью в районе Станицы Северской произошло ДТП. Один из участников спровоцировал лобовое столкновение автомобилей. По версии инспекторов ГИБДД, водитель «Волги» выехал на встречную полосу и врезался в груженый КАМАЗ. По словам очевидцев, от удара мужчина, ехавший в легковушке, вылетел через лобовое стекло на дорогу. Сейчас он с травмой мозга и множественными ушибами находится в больнице. Водитель больше груза отделался ссадинами и от госпитализации отказался. На улице Сочи вышел не ночной, а пивной дозор. И, соответственно, наблюдают его участники не за действиями темных и вампиров, а за поведением обычных продавцов. Охота идет на тех, кто отпускает алкоголь детям. В составе команды силовики и люди в майках с надписями «Пивной дозор». Это активисты организации «Народный контроль». Работает группа по тем торговым точкам, на которые пожаловались граждане, мол, в самом центре города пиво может купить даже ребенок. Стражи порядка такую информацию проверяют с выездом на место. В этом случае в магазин зашел несовершеннолетний и через пару минут вернулся с бутылкой. Женщина за прилавком даже не спросила у покупателя, сколько ему лет, выяснили силовики. На продавца оформили административный протокол за продажу алкоголя несовершеннолетним. Реализатору грозит штраф в несколько тысяч рублей. В отдельных случаях недобросовестных владельцев магазинов могут привлечь к уголовной ответственности. Сотрудники Краевого управления экономической безопасности разыскивают потерпевших от мошенничества. Со стороны представителей фирмы «Лаймкар». С заявлениями в полицию уже обратились несколько десятков человек. Автовладельцы доверили фирмы посреднику продажу своих машин, которые должны были реализовать в Москве. Автомобили у людей забрали, а денег они так и не увидели. 4 сентября полицейские возбудили в отношении генерального директора компании «Уголовное дело». Сейчас он находится в федеральном розыске. Всех, кто пострадал от действий «Лаймкар», просят обращаться в Управление экономической безопасности и звонить по телефону, который вы сейчас видите на экране. В Краснодаре мать-одиночка свела счеты с жизнью. Девушка повесилась в собственной квартире. Тело обнаружили мать и дочь, погибшей спустя сутки. Накануне днем 8-летняя девочка вернулась домой после занятий, но мама дверь не открыла. На ночь школьницу прийтили соседи. Утром они позвонили бабушке ребенка. Открыв квартиру, женщина увидела свою 24-летнюю дочь в петле. На месте обнаружена предсмертная записка. Содержание которой следует, что женщина просит никого в своей смерти не винить и прощается с близкими. Что заставило молодую маму покончить с собой, пока остается загадкой и для родственников погибшей, и для следователей. Сейчас силовики выясняют, с кем женщина общалась в последние дни в своей жизни. Это был последний на сегодня материал программы «Что случилось?». В студии с вами работал Николай Филаткин. До встречи в эфире 9-го канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова